Здравствуйте! Первый городской продолжает свою работу в эфире. Каким стал понедельник, расскажут наши корреспонденты в студии Рина Крабко. Это время Одессы. Главные новости дня. И вот о чем пойдет речь сегодня. Почти два месяца на больничной койке. Одесские медики и волонтеры поставили на ноги тяжелораненого бойца АТО. Ранение было очень тяжелое, сочетанное. Потребовалось много медикаментов. Филармония, дом Бабеля, железнодорожный вокзал и памятник Дюку ушли с молотка. В Одессе распродали пряничную коллекцию. Все ради помощи больному ребенку. На аукцион мы выставили 20 экспонатов. Они пробежали там, где другие предпочитают не ходить. На склонах прошел открытый чемпионат Одессы по кроссовому бегу. Почему бы после этих праздников не побегать, не разомнуться, не погонять оливье? И все подробности прямо сейчас. Губернатор Михаил Саакашвили уволил своего оскандалившегося советника Владимира Резника. Именно он завизировал документы, за подписание которых начальница управления ЖКХ Татьяна Марченко требовала взятку полтора миллиона гривен. Накануне Нового года чиновницу взяли с поличным, а вскоре правоохранители провели обыск в кабинете самого Резника. Теперь Михаил Саакашвили уволил его, потребовал наказать по всей строгости, а также анонсировал кадровые чистки в обл. администрации. Отпустили диверсанта. Приморский суд освободил из-под стражи Одессита, обвиняемого в подготовке вооруженного восстания. Его вместе с подельниками задержали в мае 2014 года. Тогда группа из девяти человек, по версии следствия, планировала отправиться в Москву, чтобы пройти боевую подготовку и, вернувшись в Одессу, организовывать теракты. Задержанный свою вину признал, но, пробыв под стражей полтора года, вышел на свободу. В соответствии с новой нормой закона, один день в следственном изоляторе засчитывается за два дня в колонии. Суд посчитал, что мужчина свое отсидел. Оставили в должности заявление об увольнении судьи по делу 2 мая. Рассматривать не будут. Такое решение вынес высший совет юстиции. Напомню, в декабре прошлого года служитель Фемиды Сергей Журик под давлением написал заявление по собственному желанию. Активистам не понравилось, что коллегия решила отпустить пятерку главных подозреваемых по делу 2 мая под залог. Позже постановление пересмотрели и продлили срок содержания подсудимых под стражей еще на два месяца. Не терпите холод. Температура воздуха в квартире должна быть не ниже 18 градусов. В кабинете министров говорят, в противном случае необходимо звонить в ЖКС или ОСМД и требовать, чтобы отопление проверили. Предприятие должно сделать это в течение 72 часов. Если представители компании не пришли, следует составить акт нарушения температурного режима самостоятельно и отнести его в офис предприятия, которое предоставляет услуги. За каждый градус отклонений от нормы людям будут давать скидку 5% от оплаты за отопление. Отмечу, что составлять акт нарушения температурного режима необходимо в присутствии двух свидетелей. Если температура в вашей оселе 12 градусов, то вы взагалі не должны сплачивать по этому рахунку. Но для этого так же сделайте акт, передайте его до предприятия Теплокоммуненерго и это предприятие обязано, я подкреслю, обязано сделать перерахунок того рахунка, который выставлен в вашу квартиру. И мы продолжаем. На улице Тениста из люка достали труп бомжа. Скорее всего, мужчина хотел там согреться. Он перекрыл вентиль и в один из домов перестало поступать тепло. Местные жители вызвали коммунальщиков. К их приезду бездомный еще был жив. По одной из версий, ему стало плохо от перегревания. Люк был открыт возле наливайки вот здесь. Понимаете, в чем дело. Здесь они берут, покупают, потом залазят в эти люки. Видно, жарко им там было. Они взяли, перекрыли подачу тепла. Почти два месяца на больничной койке одесские медики поставили на ноги тяжелораненого бойца АТО. Он служил под Мариуполем и получил серьезное ранение. Пуля угодила в уязвимое место бронежилета. Задело несколько жизненно важных органов. Никто не давал никаких гарантий, но волонтеры помогли с покупкой дорогостоящих медикаментов. Теперь боец снова может ходить. С ним общалась Ольга Клименко. Александр Аронений почти ничего не помнит. Говорит, ему просто не повезло. Пуля попала как раз между пластинами бронежилета. Сейчас на здоровье не жалуется, только никак не привыкнет к постоянной одышке. После реабилитации хочет вернуться на службу, но боится, что не возьмут. Да просто, наверное, уже даже не примут после таких ранений. Операции просто не примут. Хотелось бы, конечно, было остаться. Ну, наверное, в военно-врачебной комиссии не допустят этого, я так думаю. Потому что ранение тяжелое было. Врачи говорят, Александру повезло, что он выжил. Ранение было очень тяжелым. Пуля прошла на вылет, но повредила важные органы, в том числе легкая. После операции он даже не мог говорить и две недели пролежал в реанимации. Ранение было очень тяжелое, сочетанное. И потребовалось много медикаментов. То есть не только антибиотика, попутно много других компонентов. И кровь требовалась для переливания плазмы. Поэтому, насколько были бы шансы без всего этого, мне трудно даже сказать. Своим выздоровлением Александр во многом обязан волонтерам. Жизненно необходимый препарат за 8 тысяч гривен они в кратчайшие сроки приобрели и доставили в больницу. Говорят, деньгами в том числе помогла наша соотечественница из США. Я разместил у себя на странице пост с просьбой о помощи к людям. Слава богу, люди очень быстро отреагировали. И буквально на следующий день этот препарат был в госпитале. Я заказал в этот же день препарат с оптовой фирмы, его доставили. На следующий день я его забрал и завез в госпитал. На реабилитацию Александр планирует поехать домой. Правда, перед этим ему обязательно надо съездить в Мариуполь и оформить документы. Ольга Клименко, Олег Шпак, Первый городской. Филармония, дом Бабеля, железнодорожный вокзал и даже памятник Дюку ушли с молотка. Правда, не настоящие, а пряничные. Копии известных архитектурных шедевров продали на благотворительном аукционе. Все собранные деньги отойдут на лечение трехлетнего ребенка, больного раком. Сколько стоил самый дорогой экспонат, знает Алья Замчинская. В пряничном городе есть университет, филармония и жилые дома. А к сказочному вокзалу подходит игрушечный поезд. Есть и два памятника, якорь сердца и, конечно же, Дюк. Правда, с головой Пушкина. С него и начались торги. Стартовая цена 50 гривен, с учетом того, что наш Дюк сделан из марципана. В итоге Полудюк Полупушкин ушел с молотка всего за 55 гривен. Покупатель признался, для него главное не конкретная покупка, а само участие в благотворительном аукционе. Я хотел просто начать как-то аукцион. Думаю, расшевелить людей, думаю, последуют моему примеру и тоже помогут деткам. И, в общем, с этого стартанули. Всего за время выставки и финального аукциона удалось собрать почти 20 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на лечение трехлетнего Миши Павлеги. Мальчик болен раком. Последний курс лечения, который нам необходим, чтобы полностью победить болезнь. Так здорово, столько людей, столько красоты. Мишка все хочет скушать. Он сказал, что это все съедобное, поэтому надо все попробовать, да? Да. В аукционе участвовали не все экспонаты. Два самых больших – Одесское сердце и пряничная елка. Отправиться в детские дома в Измаиле и Келье. Часть домиков их авторы заберут домой. На аукцион, вот сейчас мы выставили 20 экспонатов, но это тоже не все. Дело в том, что мы не успеем, я чувствую, за час времени продать все наши лоты, поэтому мы еще проведем дополнительный интернет-аукцион. Стоимость лотов у нас самая разная, начиная от 50 гривен. И самый дорогой лот – это наш Черновицкий университет, наш путешественник. Мы его ценили в 2000 гривен. В итоге и этот самый дорогой экспонат покупатель передал в детский приют. Кроме аукциона, посетителей выставки ждал мастер-класс. Малышей учили расписывать пряники. А для взрослых звучали любимые рождественские песни. Алия Замчинская, Дмитрий Боровецкий, Первый городской. В прошлом году город выделил 128 миллионов гривен на помощь незащищенным слоям населения. В 2014-м эта сумма была в два раза меньше – всего 61 миллион. Деньги пошли на субсидии, льготные выплаты и дотации на хлеб для пенсионеров. Их ввели полгода назад. Всего денежную помощь получили больше 140 тысяч одесситов. Выделяю два направления. Это первое направление, которое мы весной новое ввели. Это оказание помощи тем людям, которые получают пенсию до 1500 гривен и не работают. Так называемая дотация на хлебобулочные изделия. И вторая наша помощь, которую мы начали осуществлять в начале отопительного сезона – помощь для расчетов за отопление. В ноябре-декабре по 200 гривен ежемесячно перечислялись на счет нашего коммунального предприятия теплоснабжения, на счет Облгаза и других ведомственных котель. Старостяную площадь приведут в порядок в этом году, но окончательный вариант реконструкции пока в стадии разработки. Известно, что автобусную остановку перенесут, а пешеходную зону и трамвайные пути разделят. Площадь хотят облагородить, по примеру, разворотного кольца на итальянском бульваре. Также на Старостяной установят новые туалеты. Существующие, по словам чиновников, не соответствуют санитарным нормам. Фактически ни один из этих туалетов не соответствует современному требованию, естественно, пользоваться ими нельзя. Поэтому мы дали предложение департаментной коммунальной собственности о том, чтобы предложить их то ли в аренду, то ли на продажу, то ли что-то еще. Конечно, модерные туалеты, которые становятся в настоящее время, они соответствуют требованиям современности, в том числе по качеству предоставляемых услуг. А с Куликова поля уберут бетонные блоки. Вместо них установят другое, более цивилизованное ограждение. Возможно, это будут клумбы. По словам чиновников, ситуация в Одессе нормализовалась. Какие-либо блокпосты и ограничители больше не нужны. Они только портят вид и создают напряженную атмосферу. Будет ли открыт проезд для транспорта по Куликову полю, пока неизвестно. Они пробежали там, где другие предпочитают не ходить. На склонах рядом с трассой здоровья прошел открытый чемпионат Одессы по кроссовому бегу. Около полусотни профессиональных спортсменов и любителей промчались по пересеченной местности. На некоторых участках трассы снег уже растаял и остались лужи, но участников соревнований это не остановило. О необычном забеге расскажет Андрей Цыганко. Забег состоится в любую погоду. Такой девиз у этих спортсменов и любителей, которые продолжают тренировки даже зимой. Почему бы после этих праздников не побегать, не разомнуться, не погонять оливье, кутю и другие продукты питания, которые мы успели наесть за эти праздники. Некоторые приехали на склоны прямиком из похода по Карпатам и сразу же решили протестировать трассу с растаявшим снегом и скользкими участками. Скользко, особенно на спусках. Обувь так держит слабо. В принципе, надо осторожно бежать, потому что могут быть падения, травмы. И главное – безопасность и осторожность. Раньше на этих склонах проходили исключительно соревнования по экстремальной езде на велосипедах. Но вот уже второй год подряд здесь бегают. Только сейчас турнир стал официальным. Для каждой категории определили свою дистанцию, а старт был раздельным. Особенно аккуратно участники старались бежать на спусках и поворотах. Но некоторых это не уберегло от падений. Бежалось жарко, но падать было холодно на лед. Очень интересная трасса. Необычно. Обычно соревнования устраивают просто, допустим, по трассе здоровье. Тут здорово то, что в такую погоду. Очень непривычно бежать даже тем, кто тренирует, тем, кто хорошо бегает. Сложно. Ну, интересно. Среди мужчин лидерство сразу же захватил Олег Цыбин. Он с легкостью обошел соперников и все три круга приходил первым. 25, 40, 8, 20. Я лучше подготовлен был. В том году бежал тоже. Тоже был первый. Ну, как бы, ничего трудного не было. Последними на старт вышли любители – 15 человек. Для них подготовили дистанцию немного короче. Андрей Цыганко, Эдуард Шандерович, Первый городской. Праздник для семей бойцов АТО с Новым годом и Рождеством. Детей защитников поздравил не только Дед Мороз, но и его коллеги из других стран. Праздник организовали возле обл. администрации, а после представления всем детям вручили сладкие подарки. Ольга Дунская расскажет больше. На празднике возле обл. администрации около 300 человек. Многие пришли целыми семьями. Мы старшую в санаторий отправили. А так с папой приехали, папе тяжело стоять, он в машине. Так всей семьей почти понравилось. Деткам танцевали, весело был Дед Мороз. Кроме украинского Деда Мороза со Снегурочкой, к ребятам приехали новогодние и рождественские герои из других стран. Ноэль Баба из Турции, Ниссе из Норвегии, Дед Микулаш из Чехии и Святой Николас из Польши. Что-то есть такое в душе, что хотелось бы передать людям через выход, через эмоции, через чувства внутренние. Как-то вот так получилось. У нас будут разные Деда Мороза, то есть с разных стран. Но вот как-то мне ближе было Святой Николай. Дети сподвигли организовать такой праздник, потому что все праздники, казалось бы, пролетели. И хотелось немножко задержать этот Новый год, чтобы он остался у нас в памяти, в душе. Тем более такая шикарная дата, 2016 год. На протяжении двух часов аниматоры водили хороводы, организовывали конкурсы для детей и даже станцевали ламбаду. Мероприятие организовала обл. администрация. На детский праздник пригласили больше двухсот семей военнослужащих. Тут є діти різних і загиблих учасників АТО, і демобілізованих, і ті, які зараз знаходяться на сході. Ми намагалися охопити максимальну кількість дітей наших військовослужбовців, наших захисників. Праздник не для урочистих промов, яких офіційних звертань. Це просто свято для дітей. Для того, щоб їм було весело. Завершился праздник раздачі пам'ятних сувениров і шоколадних наборов. Ольга Дунська, Глеб Овчинников, Первогородській. Ну а в течении двух часов по центру Одессы ездил праздничний трамвайчик, украшений гирляндами. Прямо во время движения в нём пел хор Спаса Преображенского кафедрального собора. Таким образом, представители духовенства и сотрудники коммунального предприятия «Горэлектротранс» решили поздравить одесситов с Рождеством. На остановках хористы выходили на улицу, поздравляли с праздником и дарили сладкие угощения. Даже никогда не думаю, что в 29 лет буду участвовать в такой уникальной программе, в такой уникальной возможности прославить Господа. Такими прекрасными людьми, которые здесь сейчас нам едут. Мы продолжаем воспевать. Я думаю, нашему городу понравятся жители, будут в восторге. И будут почаще приходить к нам, обращаться к Господу. Напомню, праздничный трамвай уже колесил по Одессе перед Новым годом. Тогда в нём ездили Дед Мороз со Снегурочкой, которые поздравляли пассажиров и дарили детям конфеты. Теперь вагон вновь вышел на маршрут. Очень хорошее впечатление, очень хороший праздник. И нам очень нравится эта идея. Да, супер. Главное, чтобы все районы вот так вот задействовать, и чтобы люди почувствовали, что это праздник, что это Рождество. Вот такие эмоции есть. Главная благодарность для организаторов. Сегодня у нас всё. Вы смотрели «Время Одессы» на Первом городском. Будем ждать хороших новостей. Берегите себя и близких. И оставайтесь с нами. Увидимся на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин